У каждого из нас в жизни часто возникает вопрос, кто он? Что делать в этой жизни и есть ли какой-то смысл в том, что мы каждый день совершаем какие-то действия? Жизнь твоя заканчивается очень быстро, а ты ничего не сделал. И вот нужно обязательно найти то, что нужно сделать за тот маленький-маленький кусочек жизни, который у нас есть. Предназначение – это прежде всего смелость быть самим собой. Смелость не быть отражением чужих надежд, смелость продолжать действовать даже в тот момент, когда, казалось бы, все против тебя. Для меня это история, когда вот есть большой чердак, на котором есть все. Там наваленные твои воспоминания, наваленные твои надежды, наваленные знания других людей, какие-то философские истории. Там видно, что что-то блестит, но непонятно, что именно. По крайней мере, сейчас я не совсем понимаю, точнее, практически не понимаю, какое у меня предназначение. Представьте, что где-то там сейчас на улице есть человек, которого не очень вдохновляет дело, которым он занят, который не бежит заниматься своим любимым делом, который встает по будильнику, ему не хочется, ну и лучшее время в его жизни, конечно, отпуск. Вот представьте сейчас такого абстрактного человека, вот они такие и есть, поверьте. Вот что мы ему посоветуем. С чего начать? У нас есть пять временных сегментов, где надо искать свое предназначение. Дальнее прошлое, прошлое, настоящее, ближайшее будущее и дальнее будущее. Итак, начнем с дальнего прошлого. Это ваша культура, религия, система ценностей, цвет кожи. Когда-то бабушка и дедушка нас чему-то научили, они рассказывали те самые сказки, они вкладывали в нас те самые традиции, которые сильно влияют на ваш выбор любимого дела, на ваше призвание, на то, как вы дальше будете себя реализовывать. Вместе с этим у нас есть еще недавнее прошлое. В недавнем прошлом, это с момента рождения по сегодняшний день, было много разных событий. И кто-то когда-то сказал что-то, может быть, мама, может быть, папа, может быть, друзья, коллеги по работе, кто-то еще, сказал что-то такое, благодаря чему сейчас вы этому либо явно противодействуете, не хотите, чтобы так случилось, либо выполняете чью-то инструкцию. Мама, например, сказала, что ты никогда не станешь чемпионом, мы люди маленькие, не высовываемся. Или папа сказал, надо вот обязательно делать что-то очень амбициозное. У меня была история, что мне не дали грамоту по шахматам. Я победил в турнире, но мне не дали грамоту. Я теперь по сей день занимаюсь получением грамот. И действительно, как только у меня есть движение вперед к тому, что у меня будет очередная грамотная, я чувствую себя гораздо более энергичным и сильным, нежели чем, когда я занимаюсь чем-то другим. Вот эти эпизоды из недавнего прошлого сильно влияют на то, что будет нашим с вами любимым делом, а что нам не нравится делать. Вместе с этим ежедневно участвует в нашей жизни настоящее. Прямо сейчас в вашем теле есть очень точная инструкция, заняты вы любимым делом или нет. У вас есть красивейший инструмент, который позволяет вам каждую секунду понимать, ваше это или нет, это ваше тело. Тело постоянно подсказывает вам. Оно либо противоречит тому, что вы делаете, и зачастую болеет, не хочет, всячески придумывает разные причины, ноги не идут, руки сами ватные. Вот в этом состоянии, пожалуйста, будьте внимательны к вашему телу. И наоборот, когда вы понимаете, что вы пропустили обед, спите по 4 часа в сутки, вы взрываетесь в каждый момент времени, и у вас куча энергии и сил, вот это состояние, то, что нам нужно. Научитесь его отслеживать, пожалуйста, в настоящем. Вместе с этим у нас есть дальнее и ближайшее будущее. Ближайшее будущее – это будущее от сегодняшнего дня до момента смерти. Кусочек временной, когда вы можете себе представить манящее вас будущее. Вы можете прямо сейчас вместе со мной представить себе себя через 2 года. Поверьте, за 2 года можно делать все, что угодно. Можно выучить язык, родить ребенка, переехать в другую страну, освоить новую профессию, все, что угодно. Восстановите кусочек из будущего, тот, который вас манит, тот, который как магнит притягивает вас, тот, который вам позволяет каждую секунду сонастраиваться с этим камертоном и двигаться туда. Вам мир подбрасывает события, вы понимаете, оно туда или не туда, оно тянет меня или не тянет. Когда у вас есть эта картина, вы двигаетесь лучше в реализации своего призвания и предназначения, нежели чем ее нет. Старая практика девчонки маленькие делают еще в школе. Плакат желаний. Они берут журнал и вырезают оттуда картинки, которые им нравятся. Вот они прям смотрят на это и рисуют, а потом рассказывают чудесную историю о том, что как только они нарисовали и вырезали журнал, и налепили это на стене, как это начинает сбываться. И это действительно так. Мир нам подбрасывает решение к тому направлению, куда вы двигаетесь, если оно у вас есть. Дальнее будущее. Дальнее будущее предполагает будущее за рамками вашей жизни. Это ответы на вопросы, что останется после тебя, что про тебя будут рассказывать внуки. Спустя тысячу лет, как будут вспоминать человека по имени, что твоя жизнь представляла для этой планеты. Это период, когда ты пробрасываешь себя далеко-далеко вперед и оттуда смотришь на себя и даешь себе совет, на что нужно потратить время сегодня и что останется после тебя. Вам нужно будет сейчас удобно сесть, расслабьтесь, расслабьте тело, ноги, руки, лицо. Закройте глаза и представьте себе, что вы оказались в недалеком будущем, на берегу своего собственного острова. И ваши ноги в теплой воде, а вы лежите на шезлонге и наслаждаетесь теплым ветром. У вас за спиной ваш огромный особняк, в котором достаточно прислуги и играют счастливые дети с вашим любимым человеком. Они полностью обеспечены. Вы заработали все деньги, о которых мечтали, достаточно давно. Вы привыкли к этому ощущению, к этому состоянию. Вы давно облетели весь мир. Вы были на Гавайских островах. В Австралии было интересно, и в Новой Зеландии. И пятый раз ехать в Мексику нет никакой необходимости. Вы выбрали лучшее место на планете, где вам больше всего понравилось. И там вы основали свой дом. И вдруг вас посещает мысль о том, что сейчас нужно встать и начать действовать. Услышьте эту мысль. Ради чего вы готовы прямо сейчас встать? Поймайте за хвост эту мысль. Что вы будете делать? И вот ваша задача сейчас вернуться к себе домой и представить себя два года спустя из этого состояния. Прошло два года, и восстановите. Где вы? Восстановите рутину дня, в котором вы полностью реализованы. Что вы делаете? А сейчас возвращайтесь, и мы с вами три события восстановим. Первое. Ради чего вы встали? Второе. Что пошли делать? Как? Все эти истории о том, что я готов мир делать счастливее и так далее, они прекрасны, но давайте выясним вопрос, как? Как вы непосредственно будете реализовать свою мечту? Как вы будете двигаться дальше? Через что? Это очень важно. Та самая рутина, с которой вы согласны, что вы действительно будете делать. Это важно. Восстановите, пожалуйста, это из вашей медитации. Вот это вторая картинка. Вы встали с вашего шезлонга и пошли что-то делать. Как? И третье, что мы с вами сделали, это вы пробросили себя на два года спустя. Восстановили ваш рутинный день, обычный, где вы делаете только то, для чего вы предназначены. Постарайтесь соединиться с этим состоянием и настроиться на него. Поверьте, оно однажды случится. Нужно набраться смелости, уверенности, сил и двигаться именно в этом направлении. Там счастье, реализация и ваша полноценная отдача себя. Там отпадает вопрос, зачем я здесь на планете. Вот в этих состояниях вы становитесь естественным образом счастливыми. В детстве я очень любила танцевать. Моя танцевальная карьера началась с бальных танцев. Им я посвятила шесть лет своей жизни. Но, к сожалению, эта танцевальная сказка закончилась из-за взрослых проблем. у моих родителей, скажем так. Они боялись, что я сломаю себе жизнь. Страшно? Что касается танцев, есть такое состояние? Ну, по большей части есть неопределенность, как это сделать, как это совместить с моей жизнью на данный момент. А представь себе, посвятить себя этому. Страшно? Немножко, да. Ну, вот смотри, вот это надо взять за основу. Что-то тебе туда, где страшно. Именно это состояние нам нужно. Когда ты думаешь, ах, и там ужас такой, там мамин голос звучит. Чаще всего предназначение лежит за рамками зоны комфорта. За рамками. Потому что, если бы тебе было комфортно туда пойти, ты уже была бы там. Как выглядят твои сегодняшние спортивные мероприятия? Как выглядят твои танцы, которые ты можешь делать сегодня? Купить абонемент в школу танцев. Так, хорошо. А вот, знаешь, часто нам говорят, мне уже поздно. Нет, для танцев не поздно. Для гимнастики поздно, для танцев. А для танцев не поздно. Вот. А будешь чувствовать себя чуть-чуть более счастливой, если будешь танцевать? Конечно. Сегодня. Что вы будете делать сегодня для того, чтобы эта картина стала чуть более реальной? Если вы решили, что вы композитор, ну, сходите в книжный магазин и посмотрите на ноты, которые там продаются. Вот. Сделайте это, больше ничего. Разница между этими счастливыми людьми и которые остаются в мечтах в том, что те, которые счастливы, они делают. И пусть это будет для вас тестом. Если сделали, это ваше. А сейчас, друзья, мы с вами отправимся в дальнее будущее. ответим на вопрос, что же останется после тебя. Как же выглядит то время, когда ваше тело останется в пустоте, оно отправится на небеса, а вы будете жить в веках в памяти людей. Я приглашаю вас на собственные похороны. Сейчас, если у вас есть возможность, пожалуйста, лягте. Лягте в ту самую классическую позу, где вы будете лежать на спине, а руки скрестите, пожалуйста, на груди. Представьте себе кованую металлическую ограду, осенний день и дождь, который создает прохладу и дискомфортное, не очень приятное ощущение. И людей по многому в черном. И вы наблюдаете за этой процессией. Падают осенние листья, на вас падает дождь, и священник произносит речь. Если кто-то сейчас хочет сказать свое последнее слово, сейчас самое время, сделайте это, пожалуйста. И берет слово ваш лучший друг. Он подходит и произносит свою речь. Что говорит вам лучший друг? И время подходит к тому, чтобы свою речь сказал любимый человек. Ваш любимый человек, который к концу жизни осмелился сказать вам это, он подходит к вам и искренне, от всей души говорит вам именно это. Услышьте сейчас его голос. А в это время ваша душа сидит на крышке гроба и, наблюдая за всем со стороны, кричит вам, ну, пожалуйста, именно это нужно было сделать. Но это же так просто. Пожалуйста, сделай это. Услышьте прямо сейчас, о чем кричит вам душа. А мы с вами возвращаемся назад. в сегодняшний день, где мы абсолютно здоровы, счастливы, полны сил и энергии на то, чтобы сделать самое важное, то, о чем кричит вам душа каждую секунду. Именно этому нужно уделить время и внимание сейчас, не откладывая действовать в этом направлении прямо сейчас, сегодня. Пожалуйста, услышьте, что кричит вам душа. Итак, друзья, сейчас мы с вами вместе сделаем очень красивое упражнение. Сейчас ваша задача. Я начинаю фразу, а вы ее бездумно сразу, что в голову приходят, продолжаете. Это позволит вам на состоянии фактов дальше произнести те вещи, которые сходу сами по себе не проявляются. Готовы? Твое имя? Катя. Дима. Эдгар. Лугольник. Я родилась в городе? Гукова. Тверь. Краснодар. Мою маму зовут? Люда. Лиля. Таня. Дата рождения? Третья, одиннадцатая, семьдесят пятая. Десять, два, 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 три. Второй, двадцатый, семь, сто. Мое предназначение? Ну, за. Взрыв. За жизнь это точно надо сделать. Что вам сделать? Не-не-не-не. Вот у тебя осталось? Я не могу. Все, можно умереть, ничего страшного. Но ты не планируешь? А что собираешься сделать? Ну, бизнес или что? Что ты хочешь сделать, вот не сделав это, жизнь просто зря? Вот если дальше остал? Семья. Семья, правда? Если не сделать семью, жизнь... Ну, все, молодец. Правильно. Так, иногда у меня уходит три дня, Антош, чтобы человек это произнес. И то, что вы сегодня произнесли впервые, теперь станет частью вас. Вы можете взять лист бумаги и написать на нем ответ на красивый вопрос. Что мне больше всего в жизни нужно? И пишите ответ крупными буквами. Отвечайте, например, деньги. Вот. Дальше под этим словом деньги снизу пишите следующий вопрос. А зачем мне? И подставляете туда слово, которое пришло вам как ответ на прошлый вопрос. А зачем мне деньги? И дальше вы пишите ответ на этот следующий вопрос. А деньги мне для того, чтобы путешествовать. Дальше задайте опять этот вопрос бесконечно. А зачем мне путешествовать? Для чего? Ну, для того, чтобы познать мир, для того, чтобы вам объездить все, для того, чтобы стать более развитым. И в конце концов упирайтесь в паузу. Вот эта пауза это то, что нам с вами нужно. Погрузитесь в это состояние и побудьте в этой паузе как можно дольше. Послушайте себя, а зачем же мне это? И в этот момент начинается упражнение. Если вдруг вы зациклились, ну, например, мне нужны деньги для того, чтобы путешествовать. Путешествовать мне нужно для того, чтобы были знания, знания мне нужны для того, У вас там, не знаю, 4 позиции по кругу. Ну, берете их все вместе, объединяете, да, и задаете себе вопрос. А зачем мне вот деньги, путешествия, знания и работа моя? Зачем мне это все? Чтобы ответить на вопрос, как реализовать свое предназначение, неплохо бы понимать, что вы будете делать в течение дня. Допустим, вы обнаружили, что вы хотите заниматься экологией. Или вы поняли, что ваша задача объединять людей. Или правду нести людям, да, там, не знаю, справедливость. Ну, обнаружили вы внутри себя такое желание святое, прекрасное совершенно. Но идея, ну, вот теперь вопрос. И как же мы будем это делать? Для этого есть красивое упражнение. Записывать твой день, все, что ты делаешь, по 15 минут. Программа минимум, с которой должен справиться, это неделя. После этого отпразднуешь. Программа максимум, с которой ты должен справиться, это месяц. Твоя задача сейчас – увидеть себя со стороны, что ты делаешь. После первой недели, только после первой недели, не сразу. Ты можешь поставить себе оценку, как ты оцениваешь по шкале от нуля до десяти, то, как ты провел это время. От чего я реально кайфовал. Правильно. От чего я реально кайфовал. Повтори задание. То есть я беру, не буду брать минимум, потому что зачем из себя брать минимум? Из себя можно выжать максимум. Запрещаю делать по программе максимум. Минимум – это как-то стыдно. Минимум. Не просто не стыдно, а обязательная позиция, которую нужно будет выполнить. Я заранее подсказываю тебе, что выполнение программы минимум гораздо ценнее, чем не выполнить программу максимум. Минимальная программа, первое, не предполагает оценки, подчеркиваю еще раз. Второе, ты следишь, чтобы ты неделю не прерывался. Это фантастическая практика. Сильнейшая. Состояние, когда ты видишь себя со стороны, сколько времени на что ты потратил, как туда впишется ваше сидение в социальных сетях. Вконтакте сидел, и там такая вот, ну, такая позиция большая – 4 часа. А музыку писал, да, вот, ну, о чем мечтаю всю жизнь – 15 минут. Или вообще не писал. Умоляю, не убирайте и не меняйте ваш обычный день. Именно так он и должен выглядеть. С уважением отнеситесь к тому, что вы сегодня 3 часа лежали на диване. Просто наблюдение со стороны, с минимумом вкраплением туда своей силы воли, просто наблюдение со стороны уже творит чудеса. Практика, которую вы можете сделать самостоятельно, это подойти к своим родителям и задать им следующие вопросы. Первое. Кем, папа, ты мечтал в жизни стать? Второе. Папа, скажи, пожалуйста, а кем ты мечтал, чтобы стал я? Третье. Скажи, папа, как я проявлялся в детстве? Чем любил меня заниматься? От чего у меня глаза горели? Что было моим любимым делом? Что можно сделать еще? Ваши друзья, коллеги по работе, люди, которые с вами общаются не по принуждению, а те, которые зовут вас часто, спросите у них, пожалуйста, может быть, ты видишь, как выглядит моя профессия, идеальная, в которой я бы себя полноценно реализовал. Если вдруг он вам скажет, о, ты знаешь, мне кажется, могут быть дикторами на телевидении, расспросить, почему. Так вы можете узнать, как со стороны люди видят ваше предназначение. Вы можете много работать над собой, но вам кто-нибудь из ваших друзей прямо скажет, слушай, ты знаешь, да это же очевидно, и произнесет вам ответ на вопрос, кто вы. Многие люди считают, что если они выберут себе дело по душе, найдут в чем же их, наконец-таки, предназначение, то у них будет постоянно огромное количество энергии. Они будут прям сверкать и прыгать от восторга в каждую секунду, вставать каждый день с горящими глазами, и все сразу вокруг будет делаться прямо как по волшебной палочке. Если бы так, как только вы выбрали себе любимое дело, вы действительно включаетесь и начинаете с горящими глазами говорить, да, 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 меня очень это радует, я очень хочу этим заниматься, это действительно мое. Но в этот момент вы сталкиваетесь с реальностью. Пространство вокруг проверяет вас на прочность. Так, что мало не кажется. Вы начинаете что-то делать, вам не просто вставляют палки в колеса. Вас лицом в грязь и об асфальт бьют с такой силой, что вы лежите там в какой-то момент, после первого удара встаете, думаете, ой, 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 какой кошмар. И вас еще раз лицом в грязь, на, в этот момент все еще встаете. И понимаете, да, я буду продолжать это делать вот в этот момент, только в этот момент. Поверьте, это действительно ваше. Когда вы после любого количества ударов, после любого количества потрясений встаете, и откуда-то берутся силы для того, чтобы продолжать это делать, вот так выглядит ваше дело. Я вам искренне желаю смелости и удачи быть самим собой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok